Апнеа Клаб Горький представляет Ну, пускай будет Майкл Джордан Баскетбол детства, подростковый период Без всего, без маски, без гидрика Ух! Рвется, не зная куда и не зная как Это не геройство, это глупость Когда я была маленькая, я мечтала стать воздушной акробаткой И летать под куполом цирка, вытворять невероятные трюки А дедушка часто возил нас в цирк, и вот была у меня такая мечта Мечта реализовалась, но немножко в другом аспекте Я стала выполнять все эти трюки, которые можно делать под куполом цирка, под водой Во-первых, жизнь Это самое большое и главное увлечение Конечно же, кино Сниматься в кино, обожаю Путешествия в классной компании Все виды спорта, возможные и невозможные Морские виды, кайт, серф Горные лыжи, обычные лыжи, ролики Танцы, восточные единоборства Тайчи, цигун и многое-многое другое Их несколько Одно из них это Таити Не были мы ни в какой Гаити Нас и здесь неплохо кормят Море, океан, который окружает Таити и прочие острова Он неимоверно мощный, глубокий, сильный, поддерживающий Очень люблю его Новая Каледония Большой барьерный риф Пупум Озеро в Казахстане для подлёдной нырялки Ну и Средиземное море тоже очень богато прекрасными местами, где мне нравится Браз Без всего, без маски, без гидрика Просто я и вода В голове происходит расслабление Освобождение от мыслей Углубление Наслаждение Удовольствие Тишина И спокойствие Расстраивалась я последний раз недавно Когда моя замечательная любимая дочка Анжелика Перестала держать меня за руку, подходя к школе Потому что она уже становится подростком И это как-то не по-взрослому Идти с мамой за ручку Меня это, конечно, немножко расстроило Но мы с ней пообщались и поняли, что Независимо от того, взрослый ты или ребёнок Если ты хочешь, ты держишься за ручку Если ты не хочешь, ты не держишься за ручку Нет необходимости ни перед кем показывать, что А нет, я взрослая, я не держусь за руку Природа Семья Активность Активность Это может быть море, это может быть горы Это не важно Важно, что мы в этом активно движемся Исследуем, познаём Живём, наслаждаемся Сильно Сначала была попытка остановки А так как я человек очень динамичный И останавливаться мне очень сложно Была такая, можно сказать, ломка Психологическая И вот остановиться в статике у меня так и не получилось Я сразу переключилась на онлайн Стала проводить там тренировки И консультации Общение Это не удовлетворяет, естественно Как живое общение Но как-то это помогало Ну а потом я просто решила, что Нет, сидеть с закрытыми в квартире мы не можем И мы уехали на Урал Где была неимоверно тёплая встреча с друзьями Сначала мы заехали К нашим прекрасным друзьям в Нижний Новгород И там было такое оживление И жизнь А потом на Урал Потом обратно мы вернулись через Нижний Новгород И получилась Пандемия получилась Временем для друзей И для себя Фридайверы бесят несоблюдение техники безопасности Очень сильно Когда кто-то пытается совершать геройство И очень хочется раскрыть, что такое геройство Геройство – это когда ты идёшь на подвиг Осознавая риски И делая, сводя их к минимуму А когда человек просто рвётся Не зная куда и не зная как Это не геройство, это глупость Запомни, чем больше силы Тем больше и ответственности Сёрфом однозначно, горными лыжами Наверное, я бы летала в трубе В парашютной Я уже перестала прыгать Потому что считаю, что риска больше, чем удовольствие А труба, возможно, менее рискованна Наверное, я бы искала невесомость в аэротрубе И, возможно, занималась бы трапецией Летать, попрыгать трапецией Акробатикой И полотнами Так, ну, Наташа Молчанова понятно Павел Казанков Мой папа Тоже понятно Сейчас подоймем о третьем вдохновляющем фридайвере Не фридайвере, а спортсмене Ну, пускай будет Майкл Зёрдан Баскетбол детства Подростковый период Монклассник Монклассник